Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня хочу рассказать о том, что у меня есть серьезная проблема. Дело в том, что мне поступают деньги сейчас за курсы, и неизвестно от кого. И на самом деле многие скажут, что мне бы такую проблему, что непонятно от кого деньги пришли. На самом деле для меня это очень-очень серьезная проблема. Я отношусь к этому очень серьезно. Дело в том, что я провожу курсы, как торговать на бирже, биржи для чайников. И для того, чтобы обеспечить обратную связь с людьми, я даю свои контакты. И некоторые находят меня через e-mail, некоторые находят через соцсети, некоторые даже через телеграм ухитряются. Вот. И есть основной, конечно, источник для связи. Это мой сайт demitkovyur.com. Он очень простенький, там несколько кнопочек, всего. Но там надо зарегистрироваться, есть форма для обратной связи. И люди не всегда дают свои данные, к сожалению. Вот. Ну, по разным причинам. Очень многие просто боятся чего-то непонятно. Но дело в том, что когда мне приходят деньги, люди вот говорят, да, я оплатил. То я прошу после того, как оплатите, присылать мне чек, чтобы я мог идентифицировать, кто оплатил, кому я должен выслать эти самые курсы. Элементарно. Друзья мои, ну, просто вот сейчас вы видите, в каком виде приходят ко мне иногда деньги. Дело в том, что если деньги приходят с Тинькова на Тиньков, то я вижу, от кого они пришли, там, ну, сказать, имя и фамилия. Если деньги приходят со Сбербанка на Сбербанк, то там написано фамилия, имя, отчество и первая буква фамилия. Я могу идентифицировать этого человека. Но если деньги приходят с карты другого банка, например, вот как вы сейчас видите, или там Яндекс.Деньги, или на Яндекс.Деньги, то там невозможно понять, от кого пришли деньги, и поэтому я прошу чек для того, чтобы, ну, я мог выслать вам. Вот. Но кто-то скажет, что это проблема людей, на самом деле я считаю, что это и моя проблема тоже, потому что может возникнуть такая ситуация, что человек оплатил, но не получил это, не получил курс, то это будет серьезная проблема, потому что этот человек будет недовольный клиент, а это очень-очень плохо. Я не скрываю, что это бизнес, естественно, и как в любом бизнесе есть система. Я веду учет всех клиентов, потенциальных или реальных, и я вношу их в табличку, и я должен соотнести каждого человека с табличкой. Ну, доходит до смешного. Например, у меня есть платеж от одного человека, просто он взял, заплатил деньги, но там нет ни телефона, ни e-mail. Еще один вариант. Женщина Наталья говорит, я оплатила курсы. Я говорю, ну, когда, как вы оплатили курсы? Она мне говорит, оплатили с карточки номер такой-то, и оплатил Константин там такой-то. Блин, ну, вы Наталья, а там Константин. Как я могу определить, что Константин заплатил за вас? Никак. Вот. И ни номера карточки, естественно, там нет, и в платеже ни от кого пришли деньги. Вот. Я говорю, ну, хотя бы через какую систему вы платили? Как? Какую сумму? Ну, что-то. Вот. Ну, потом дала, значит, откуда? Ну, удалось восстановить. Но у меня еще есть несколько невыясных платежей, поэтому, если вы записались на мои курсы, на живые, например, да, то в ближайшее время, вот буквально завтра, я думаю, разошлю всем письма с приглашением, я создам общий чат в Телеграм. Если вы не получите это письмо, пожалуйста, напишите мне на почту Демитков, вот, ну, которую вы сейчас видите, о том, что вы не получили, что вы оплатили, не получили, очень прошу вас, не получили от меня обратного письма. Кроме того, если вы оплатили курсы в записи и не получили их, пожалуйста, пришлите чек, когда и за что вы оплатили, чтобы я мог отметить, что это оплата ваша, и я вышлю, так сказать, немедленно курсы в записи. Ну, надеюсь на понимание. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.